Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных отчетах, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на поездке экономического календаря данные по ВВП США. 12.30 по GMT. Мы ждали эту статистику, еще больше мы, конечно же, ждем отчет по индексу, базовому индексу расходов наличных потреблений, который выйдет завтра. Но уже сегодня волатильность должна быть в разы повыше, чем по последней торговой сессии. Хотя нам сейчас грех жаловаться, учитывая то, что индекс доллара в ходе вчерашней торговой сессии уже добрался до сопротивления 105 пунктов и превратил его в поддержку. Кроме данных по ВВП, сегодня в 15.30 мы ждем отчет по запасам нефти США и в 23.30 по GMT выйдет токийский показатель инфляции. Между общенациональным индексом потребительских цен в Японии и токийским показателем очень высокая корреляция. Поэтому можно будет по сегодняшнему показателю индикатор уже судить о том, что происходит с динамикой цен в Японии и как все это может повлиять впоследствии на риторику Банка Японии в вопросах, которые касаются дальнейшего ужесточения национальной монетарной политики. Давайте по порядку. Индекс доллара текущей котировки 105.07. Это прямо настоящая победа для покупателей. Я очень надеюсь, что вы все-таки не поддались на локальную коррекцию и были уверены в том, что при текущем фундаменте у доллара только одна дорога вверх. Почему укрепился доллар? Есть причина, которая вам должна быть известна. Это постоянный перенос сроков потенциального смягчения американской монетарной политики. Может быть причина этого неопределенности относительно дезинфляции. Да и не может быть. Скорее всего, представители американского регулятора по-прежнему не уверены в том, что снижение инфляции, которое было зафиксировано месяц назад, является новой тенденцией. Я думаю, что такой уверенности нет ни у кого. Тем более, что риски инфляционные в американской экономике сохраняются и каждый чиновник американского регулятора это транслирует. Хочу снова напомнить и отдельно выделить комментарии Нилы Кашкари, который является главой Миннеаполиса и одним из соратников, сторонников Джерома Павла. То есть, в целом, зная позицию Кашкари, мы можем сказать, что нам известна актуальная позиция Джерома Павла. Так вот, Кашкари дал понять, что экономика остается очень устойчивой и нужно подождать еще серию отчетов по инфляции, чтобы принимать уже объективные решения. Достаточно ли прогресса в формировании устойчивого тренда ослабления инфляции и последующего движения его к целевому значению в 2%. Ну, времени нужно много. Я думаю, что это 2-3 отчета по инфляции, соответственно, 2-3 месяца. И в любом случае, в плоскости вот этого горизонта ожиданий мы с вами смущаемся к сентябрю. До сентября американский регулятор, скорее всего, ничего не сделает с ключевой процентной ставкой. Мы будем работать со ставкой высокой 5,5%, что будет поддерживать рост доходности американских облигаций и сохранять покупателей в рядах американской валюты. Нужно время. ФРС следит за опубликуемой макроэкономической статистикой и даже, кстати, рассматривает возможности или допускает сценарий, при котором снова придется пойти на ужесточение национальной монетарной политики. Из фундаментальных отчетов хочу выделить индекс настроений потребителей от Мичиганского университета. Здесь рост до максимума за последние 4 месяца, 102 пункта, рост и восстановление со 97,5. В качестве резюме того, что сейчас есть по доллару, нужно отметить повышение доходности американских облигаций до 4,62%. И, конечно же, старый добрый инструмент FedWatch Tool, который сейчас подсвечивает вероятность снижения ставки по сентябре в 41%. Это мало, друзья. Сегодня ждем отчет по ОВП, завтра индекс расходов, базовый индекс расходов на личное потребление. И думаю, что покупатели останутся на коне до конца этой недели, а американская валюта и индекс доллара сможет забраться еще выше. Золото 2333 доллара за тройскую унису, сантимент меняется, толпа уже снова залазит в длинные позиции. Отсюда делаем вывод, что шарты в приоритете. Я допускаю то, что до конца текущей недели, то есть остается две полноценные торговые сессии, золото может легко провалиться ниже отметки 2300 долларов за тройскую унису. И жду более четкий сигнал от сантимента, чтобы начать действовать и неплохо агрессивно шартить этот актив. Да, очень рискованная сделка, но когда на рынке формируются такие условия, такими возможностями нужно пользоваться. Золото вряд ли сможет пободаться с восстановлением и ростом доходности американских облигаций и идти против растущего американского доллара. Европейская валюта против американца 1.07.95, то есть протестировали же поддержку 1.08. И рынок живет ожиданиями в следующей неделе, когда состоит заседание ЦБ, и европейский регулятор, точнее, примет решение о смягчении национальной монетарной политики. Это решение широко ожидаемое, мы о нем уже много раз говорили. Из последних комментариев стоит отметить заявление главы Банка Финляндии Оль Рене, который дал понять, что прогресс с инфляцией уже достаточный, чтобы Европейский центральный банк принял это судьбоносное решение. Точно такую же позицию разделяет глава Банка Франции Франсуа Вильура и Хольцман, который возглавляет Банк Австрии. И до этого я еще делал акцент на комментарии главного экономиста Европейского центрального банка Филиппа Лейна, который тоже дал понять, что условия для смягчения экономической политики созданы. Давайте, друзья, ждать это решение. Смягчение политики после такого продолжительного периода удержания ставки высокой должно стать причиной распродаж еще более агрессивных главного валютного риска. Тем более на евро сейчас дают еще и укрепление американского доллара. Доллар иена 157.40. Здесь я ожидаю все-таки, что из-за зоны перекупленности этой валютной пары мы уйдем снова ниже планки 157. И нам в этом сначала должен помочь отчет по инфляции в Токио, Японии. В частности, ожидается рост базового показателя с 1,6 до 1,9%. И эту статистику, если по факту видим такие цифры, мы будем использовать как практически анонс возможного дополнительного ужесточения монетарной политики в Японии. И это уже должно будет поддерживать курс непосредственно японской иены. Доллар канадец 1.3723. Очень хорошая сделка у нас вышла. Посовременно мы купили. Ожидание роста до отметки 1.38-1.39. Здесь рост доллара. Расчет на дальнейшее снижение рынка нефти. И я прогнозирую крайне слабые данные по темпам экономического роста Канады, которые мы будем анализировать в ходе завтрашней торговой сессии. Рынок криптовалют без изменений. Энтузиазм на рынке сохраняется. Биткоин пока топчется в районе 68 тысяч. А эфириум подбирается к планке 4 тысячи. Я думаю, что на следующей неделе у меня будет уже возможность констатировать тот факт, что оба, скажем так, родоначальника криптовалютной индустрии оказались уже выше круглых планок. Это биткоин закрепится выше 70, а эфириум будет уже котироваться выше 4 тысяч. И что касается рынка нефти. Бренд 83.36, текущие котировки. В эти выходные состоится заседание ОПЕК. Уже есть, как я ранее отмечал, сигнал о том, что такие страны, как Саудовская Аравия, Казахстан, Алжир, Кувейт, рассматривают возможность увеличения добычи и хотели бы это сделать. Может быть, это, правда, инициатива только 2025 года. Но в любом случае мы уже знаем, что многие страны ОПЕК не соблюдают взятые на себя обязательства по сокращению добычи. И в прошлом месяце существенно превысили квоты по производству. Наверное, все это будет в каком-то формате обсуждаться на предстоящем заседании. И мы впервые за долгое время можем понять то, что нет какого-то единства среди представителей ближневосточного картеля. Единства вокруг инициативы того, что нужно обязательно снижать объем нефтедобычи, потому что только это поддержит котировки нефти. Они снижают добычу, но нефть уже несколько месяцев подряд продолжает двигаться исключительно в нисходящем тренде. Целевой ориентир 80 долларов и потенциально ниже. Друзья, на этом собственно все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.